Добрый день! Как я обещал, снимаю видео, в котором расскажу, как и чем можно заменить карповый гипофиз для гормональной стимуляции клариевого сома. В общем, первый способ я показывал, это сурфагон с раунатином. Второй способ, это мы будем применять гипофиз самого клариевого сома. Ну, скажем так, чтобы получить нужное количество гипофиза, для того, чтобы самка отдала икру, то есть, чтобы произошла эвуляция, нужно взять рыбу такого же размера, то есть, клариевого сома, независимо от того, самец это или самка, и отрезать ей голову, ну, грубо говоря, поживу, чтобы она была как можно свежее. То есть, у живого сома отрезаете голову и вытягиваете гипофиз клариевого сома. Но для надежности, как говорится, берут две рыбы такого же размера. То есть, допустим, на килограммовую самку берут две килограммовых рыбы и забирают у них гипофиз. Это может вызвать, конечно, шок у некоторых, но это, поверьте мне, не более чем разделка рыбы, того же карася, карпа, там, щуки и так далее. В общем, как это делается, я сейчас вам продемонстрирую. Для этого понадобится нам два ножика, бокорезы, пинцетик и бутылочка, куда складывать гипофиз. Берем голову сома и разрезаем ее пополам. Как известно, сом очень живучий, клариевый. Даже после отрезания головы он еще до часа может шевелить усами. То есть, разрезаем вот так вдоль нижнюю челюсть, отделяем от верхней. Нижнюю челюсть удаляем, а на верхней челюсти, вот здесь, в этом месте, нужно удалить мясо, остатки мяса, жил, что там остается. То есть, нам нужно добраться до бугорка, под которым находится гипофиз. Сейчас я вам покажу. То есть, как можно тщательнее зачищаем вокруг бугорка, вокруг вот этого бугорка. Костного мяса. Под ним и находится сам гипофиз. Это делаем маленьким ножичком для удобства. Можно даже щеткой по металлу. То есть, выскабливаем. Можно даже и промыть его. Для надежности и для гарантии. Вот здесь, вот здесь, я вам показываю. Сделать несколько надрезов, то есть, пробить кость. Чтобы оно лучше и ровнее вышло. То есть, ровнее отломалась эта кость. Вот так вот. Вдоль кости, по самому низу. Делаем прорезик. Просто пробиваем саму кость. Дальше берем бокорезы. И вот здесь, у основания, подрезаем саму кость. Так само и с этой стороны. Где она начинается, также ее подрезаем. И начинаем ее вот так подрывать. очень аккуратно. Очень-очень аккуратно. Часть кости подняли. Удаляем. И смотрим, что там находится у нас. Так само и здесь. Надо еще прорезать. Не везде. Она может так легко отломаться. Довольно-таки крепкая. Желательно осторожно, чтобы нож не соскочил и не поранил вас. Вот. подломили кость. Аккуратно, аккуратно ее поднимаем. Поднимаем. вот видно на этой кости. Вот видите, белая точка. Гипофиз. Вот. желательно так, чтобы она не на кости осталась. Осталась вот здесь. Вот гипофиз. Видите? Маленький-маленький. Здесь, правда, его резкость не могу навести. Сейчас открою свет. Может быть, так будет лучше. Вот. Гипофиз. я его аккуратненько беру из-под низу. Снимаю. и в пузыречек. Опускаю в пузыречек. Для дальнейших действий. Вот он, видно, там у нас находится. Ставлю. Берем вторую голову. Производим точно же такую операцию. Открываем рот ему. Видите, он еще живой, шевелится. Это хорошо. Не для него, конечно же, для нас. Отломаем опять нижнюю челюсть. Ему. Иногда она отламывается сразу с куском мяса. Берем кусочек мяса. Один. Второй. Удаляем. выскабливаем кость. С одной стороны. И со второй. Для удобства можно не выскабливать. Кто уже приноровился, тот и так это сделает. Просто показываю, как сделать аккуратней. Опять. берем подрезаем. Вот так подрезаем боковинки ему. Вот здесь плохо. Раскаблилось. не видно, куда резать надо. Но можно это стамеской, конечно, сделать. Потому что ножик очень, очень, в смысле, конец острый, мало захватывает площадь. Можно вот так вот. Вот так. Из-под низу подрезали. так само здесь. Просто, когда мы делаем подрез снизу, то он отламывается именно так, как нам надо. То есть, именно в тех местах, чтобы эпофиз остался на месте. Вот. Опять перекусываем. Видите? Подальше берем. Откусили. Приподнимаем. крышку, этот бугорок. И с этой стороны. Подальше. Перекусили. Поднимаем. Все. Не спешим поднимать его. Полностью. Поднимаем так и наблюдаем, чтобы сам гипофиз остался на черепе. Вот. Видно. Видите? я кость удаляю. Гипофиз уже видно. Явно. Вот он. Белая точка. Вот гипофиз. Вот он. Вот. Сейчас. Видите? Плохое изображение, потому что фотоаппарат тяжело настроить. Опять берем и кидаем его сюда. Здесь теперь у нас два гипофиза. Ну, о продолжении само инъецирование и растворение гипофиза. Смотрите в следующей части. Академия. Спасибо. Академия.